Жители Шумерли обратились в нашу редакцию с проблемой горячего водоснабжения их домов. Уже много лет они мучаются, подогревая воду в кастрюльках и ремонтируя ломающиеся водонагреватели в квартирах. Это несмотря на то, что трубы горячего водоснабжения и отопления подведены к многоквартирному дому. В проблеме разбиралась Екатерина Храмкина. Этот двор по улице Октябрьской в Шумерли на первый взгляд очень уютный. Ровный и целый асфальт. Под окнами проклёвываются тюльпаны. Видно, что жители этих домов заботятся о благоустройстве своего двора. Портят общее впечатление только торчащие над землёй ржавые трубы теплосетей, которые к тому же ещё и плохо функционируют. Мы мучаемся уже несколько лет только из-за горячей воды. Сейчас вот половина дома, считайте, пользуется этими электронагревателями. Я сейчас, ладно, к сыну хожу. К сыну вы заходите? Да. Зимой нет, а летом тем более. И мы с кастрюлечками греемся. А сейчас ещё такое положение. Мы хоть ездили в баню, в деревню, в баню мыться. А сейчас и в баню нас не пускают. К сожалению, с такой проблемой в Шумерли столкнулись не только жители этого двора. 64 километра труб теплоснабжения и горячего водоснабжения по всему городу в таком же неприглядном состоянии. С 1986 года МУП «Теплоэнерго» в Шумерли не проводили капитальный ремонт сетей. Как следствие, предприятие накопило большие долги за газ и обанкротилось. Правительство Чувашии решило модернизировать теплоснабжение города. И за последние два года здесь построили шесть новых котельных. Сейчас они в полтора раза меньше потребляют газа за счёт своего КПД. Потери снизились, они уже не приносят убыток нынешней ресурсоснабжающей организации. Однако сами теплосети остались в таком же удручающем состоянии. Из-за чего в среднем 30% тепловой энергии теряется по пути в квартиры жильцов. По подсчётам специалистов Чувашгаза, 10 миллионов рублей в год улетает в воздух из-за того, что теплотрассы огляны. Причём нынешним теплосетям Шумерли не поможет даже капремонт, считают специалисты. Необходимо полностью менять расположение труб, а значит разработать новый проект. На сегодняшний день мы хотим это всё как бы демонтировать. То есть как бы в перспективах это всё стоит. Чтобы у нас был один тепловой узел, который бы мог распределить равномерно всю нагрузку для потребителей. В этом году в бюджете республики заложены средства на проектирование и замену теплотрасс в Шумерли. Однако конкурс на проведение этих работ до сих пор не проведён. Сделать это нужно как можно быстрее, отмечают специалисты Чувашгаза, чтобы в следующем году заняться непосредственно заменой всей теплотрассы в городе. И в итоге поставлять потребителям качественный ресурс при минимальных затратах. В противном случае деньги, вложенные в строительство новых котельных, не дадут должного экономического эффекта. Продолжение следует...